Министр просвещения России Ольга Васильева посетила Тверь. Для неё поездка в региональную столицу стала, с одной стороны, ознакомительной, а с другой — рабочей. Министр побывала в недавно открытом центре образования имени Александра Отращенко в микрорайоне Брусилова. Мария Шлаванова продолжит тему. Вместе с министром просвещения новую школу посетила глава региона. Он сопровождал Ольгу Васильеву и даже иногда сам рассказывал о тех или иных технологиях, применяемых в учебном учреждении. Ведь сам Игорь Рудене неоднократно бывал здесь с инспекционными поездками на протяжении всего срока строительства. Вот такие же школы мы планируем в ближайшие несколько лет построить. Три таких объекта уже с учётом практики строительства данного объекта, с небольшими доработками. Ну и я хотел бы, наверное, особо сказать, что наши просьбы, пожелания, которые были поддержаны Министерством образования, которые многие регионы тоже, так сказать, предлагали, они полностью учтены. Поэтому и с точки зрения финансирования, удобства приёмки, подготовки учителей, всё это сегодня, так сказать, уложено в национальный проект. Поэтому будем активно стараться реализовывать поставленные задачи президентам и министерствам просвещения. Подобных школ в России не так много, говорит Ольга Васильева. И Тверской области очень повезло обзавестись таким центром образования, о котором мечтают в каждом субъекте федерации. Что мне нравится в новых школах такого проекта, я их несколько таких школ увидела, их не так много в стране, на самом деле. Это большие светлые помещения, прекрасные столовые, прекрасные бассейны, два бассейна, оборудование, которое практически стоит уже в каждом классе. И здесь всё настроено на то, чтобы ребёнок здесь учился, чувствовал себя в очень хорошей, доброжелательной атмосфере. Министр просвещения вместе с главой региона провели две встречи в стенах школы. На одной присутствовали члены родительского актива со всей области. Им удалось обсудить все насущные проблемы детей, начиная от развития образования в стране и заканчивая временем, потраченным на домашнюю работу. Вторая встреча состоялась преподавательским составом. Говорили о национальном проекте образования, говорили о тех проблемах, которые стоят перед учителями и родителями. Говорили о нашем общем деле, потому что для нас самое главное – это наши дети. Это обучение, воспитание наших детей, как сделать так, чтобы это было лучше, качественнее. И для всех это было доступно и равно. Несмотря на то, что школы работают не на полную мощность, а лишь для классов с первого по восьмой, педагогов уже набрали. Сейчас кадровые вопросы для центра образования в Брусилово не стоят. Желающих было достаточно много. Это и территориальная принадлежность, то есть живут здесь, проживают. Просто заинтересованность в новом каком-то образовательном пространстве. Ну, желание работать в новой школе, наверное. В такой школе учиться хотят все дети и даже их родители. Например, Елена Зорина со своей дочерью Софией уже отдали документы на прием в новое учебное заведение. Женщина говорит, что раньше девочка училась в 52-й школе, но как только они узнали про центр образования, сразу решились перевестись. Как только появилась такая возможность, мы сразу же перешли, не дожидаясь нового учебного года. Школа новая, школа очень красивая, просторная. Мы надеемся, что здесь будет представлена нам не только образовательная программа, мы надеемся на большое количество кружков, секций, на всестороннее развитие ребенка в первую очередь. Поэтому впечатление самое положительное и ожидание самое лучшее. В такой инновационной школе все сделано для удобства и комфорта учеников. Например, заходить в здание дети смогут по отпечатку пальца, а чтобы покушать, хватит лишь одной карточки с безналичной оплатой обеда. Все школьники этой школы, включая сотрудников школы, получают пластиковые карты. Они будут служить для прохода в школу и для оплаты питания. Школьник может со своей карточкой или пройти непосредственно в столовую и там в свободном режиме получить с раздачи все, что он хочет, и на кассе оплатить этой пластиковой карточкой. Или подойти предварительно сюда. Вот эта технология предварительной оплаты, она внедрена во всех ресторанах быстрого питания. Ольга Васильева и Игорь Руденя также встретились с учениками нового центра образования. Они выступили перед школьниками на мероприятии, посвященном старту Года памяти и славы в России. Почетным участником церемонии также стал герой Великой Отечественной войны ветеран Иван Кладкевич. Под Ржевом, ребята, я был 18 лет. У нас было три пацана по 18 лет. Я был командиром пулеметного расчета. И два наводчика, и его заместитель. Одна из мин разорвалась, двоих на повал убила, а меня перебил на ноги. И почти сутки я лежал на снегу. И живу сегодня, перед вами стою. Иван Евгеньевич уже многие годы проводит большую военно-патриотическую работу в школах, выступая на открытых уроках в мероприятиях, посвященных военным событиям. 25 лет я ездил с ребятами на уборку, свеклы и другое. Я ездил по Ленинградскому шоссе, почему там стоит танк, рассказывал. Или по Белевскому шоссе, почему стоит там орудие. Или по Белевскому шоссе, а раньше там столбик стоял, там был похоронен герой Советского Союза, Майор Лукин. Понимаете? И вот такие примеры. И сегодняшний день. В свои 95 лет я сегодня хожу по школе. И вот сегодня я тебе пришел. Официальная школа начнет свою работу с 13 января.